Вот когда выбираешь повседневную одежду, мы руководствуемся чем? Модой и стилем. А вот что касается выбора спецодежды, одежды для работы, то здесь все гораздо серьезнее. Первым предметом спецодежды считается фартук. Его родиной называют Древний Египет. Фартук в те времена носили для того, чтобы выделить классовую принадлежность. Днем рождения спецодежды в России можно считать 1741 год. 2 сентября был принят суконный регламент, обязывающий владельцев мануфактур выдавать рабочим одинаковую одежду. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай. Рад видеть вас. Взаимно. Так, гостеприимно меня в Могилеве встретила директор магазина спецодежды форма стиля Наталья Лазовик и два ее пернатых помощника Гера и Ляля. Под их бодрое чириканье приступаем к изучению ассортимента. Скажите, пожалуйста, у вас для журналистов есть спецодежда? Я думаю, что найдем для всех. И это не просто слова. Для профессии рабочих специальностей костюмов более 30 разновидностей. Эй, это не считая спецобуви и спецодежды для работ на открытом воздухе. Строгаем, что какая она толстая, большая, так? Комбинезончики все больших размеров. Для медперсонала я насчитал здесь около 50 видов специальной одежды. Смотрите, насколько ровная строчка, качественная. Ткань идет более 60% хлопок. То есть это не жарко? Это не жарко, это комфортная ткань. Ну и внешний вид. Ведь при выборе одежды для работы медработники уделяют ему особое внимание. Будь то халат, костюм или шапочка. Все должно быть опрятно, аккуратно и удобно. Смотрите, вот этот очень стильный костюмчик получается, красивый. Ну, я так понимаю, здесь и мужской, и женский вариант можно в основе. Конечно. Спецодежда для поваров. Это показатель класса ресторана. Творцы изысканных блюд, как правило, выбирают спецодежду, сшитую из натуральных или смешанных тканей, которые отличаются высокой прочностью, износостойкие, имеют хорошие антистатические свойства. Для поваров мы предлагаем два варианта. Это белый и также черный с красным. И к этому варианту, допустим, мы можем предложить либо черный колпачок, либо белый, либо красный. Но это для модников. На этом модельный ряд спецодежды не ограничивается. В магазине форма стиля можно заказать любую одежду для профессионального гардероба, соответствующую вашим требованиям. Нужна одежда, чтобы не промокала? Пожалуйста. Устойчива к большим температурам? Есть и такая. Хорошо, я рыбак, я охотник. Чем может быть полезно? Очень может быть полезно. Я хочу Николаю вам тогда предложить. Это все любимые наши костюмы горки. Костюм горка. Это костюм горный, ветрозащитный. Комплект одежды используется охотниками, рыболовами и туристами. Его ценят за повышенную износостойкость, легкость, возможность выдерживать перепады температур и то, что она не сковывает движения. Особенность нашего магазина, я думаю, что мы единственные, которые можем предложить детскую рабочую одежду. Мы предсмотрели для детей детский энцефалитный костюм. Закрывается личико полностью. А для взрослого есть такое? Есть. А для школьников в магазине я обнаружил спецодежду для занятий по труду, халаты из прочного и безопасного материала. Всегда хотел попробовать, что такое спецобувь. Видите, нос усиленный, пружинит и комфортно. Такая обувь не скользит, устойчива к химическим и термическим воздействиям и делает ее только из натуральных материалов. Вот, например, эти Сабо. Женские тапочки Сабо сербской фирмы Леон отличаются высоким комфортом, практичностью и модным дизайном. А удобная конструкция обеспечивает правильную поддержку стопы. В производстве этой же фирмы мы можем еще также посмотреть Сабо с ортопедическими стельками. Вот, Николай, можете просмотреть, мягкая, насколько она мягкая. Ну а теперь главный вопрос. Сколько нынче стоит качественная спецодежда? Рабочие костюмы от 17 рублей. Медицинские халаты и костюмы от 15 рублей. Цены на спецобувь тоже начинаются от 15 рублей. А во время проведения акции в магазине форма стиля в Могилеве спецодежду для работы можно будет купить еще выгоднее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова